Звенегородский микрорайон Южный Начали осмотр с недостроенного торгового комплекса. Помимо того, что он недостроен, еще не выполнены обязательства по благоустройству территории, по организации въезда на микрорайон, по строительству парковочного пространства. Обсудили с жителями, что здесь должно появиться полноценное благоустройство и парковка именно в том варианте, который они нам согласуют. В Южном за последние годы скопилось немало проблем. Это отсутствие социальной инфраструктуры, благоустроенной территории, подъездных путей. У нас две заброшенные стройки на маленький микрорайон, у нас нет тротуаров, у нас нет школ, у нас людям негде гулять, у нас куча проблем. И мы столкнулись с тем, что десятилетиями проблемы не решаются. Поэтому то, что глава приехал, это замечательно. Но будут, если решены проблемы, тогда будем ставить оценку. Глава округа вместе с группой инициативных жителей обошел все проблемные объекты и детально разобрался в каждом конкретном случае. Давно уже брошены недостроенные объекты компании, которая попала в банкротство. Ничего не происходит, земельные участки, сами объекты недостроя много раз выставлялись на торги, а так никто и не появился. Поэтому будем выходить на конкурсного управляющего и предлагать передать эти земельные участки вместе с объектами в муниципальную собственность, для того, чтобы мы в дальнейшем также приводили территорию в порядок, добавляли транспортные развязки и благоустраиваемые именно теми объектами, которые здесь нужны уже для жизни. А благоустроить здесь придется многое. Конечно, не все можно исправить сразу, но постепенно, шаг за шагом, этот микрорайон приобретет лицо и станет комфортным и привлекательным для жителей. Все в один месяц нам не исправить, но здесь, как мне кажется, главное взяться за проблему, показать конкретные шаги и дальше просто полноценно двигаться, не сбиваясь ни в темпе, ни в качестве. Еще один наболевший вопрос – организация движения детей из микрорайона в Веденскую школу. Отсутствие тротуара, строительство ЦКАД – все это делает труднодоступным подход к учебному заведению. У меня трое детей, один из них учится в этой школе, чтобы мы были спокойны, когда отпускали своего ребенка в школу и были уверены, что он доберется. Жители передали главе округа весь пакет документов, в котором отражены проблемы территории. Все это войдет в протокол. По итогам инспекции Андрей Иванов дал ряд поручений их исполнения на личном контроле руководителя муниципалитета.